Буквально недавно я вам уже рассказывал историю о том, что Forza Horizon 2 на Xbox 360 была очень ужасной игрой в серии Forza. И это случилось из-за того, что она была по обратной, так сказать, конвертации. То есть она сначала делалась под консолью нового поколения, на тот момент для Forza Horizon 2 консолью нового поколения была это Xbox One. Но все-таки жадность сгубила наших любимых Microsoft, и они решили издать эту игру также на Xbox 360, чтобы те, у кого осталась еще эта консоль, и они не успели перейти на Xbox One, могли в нее поиграть. И получилось это все не очень хорошо, если вдруг вам интересно, то посмотрите вот здесь вот по сказочке сверху. Ну и конечно же, такое было не только с Forza Horizon 2. Вашему вниманию я представляю The Crew на Xbox 360. Вот он, геймпадик от Xbox 360, если вдруг кто-то забыл, как он выглядит. И да, здесь также была ухудшенная версия The Crew со старших консолях. Потому что были у нас абсолютно те же времена, 2014-2013 года, когда у нас появлялись новые консоли, это PS4 и Xbox One. И конечно же, игра изначально сразу делалась под эти консоли. Но тем не менее, дали ребятам из особо студио, чтобы они могли конвертировать это все дело, точнее портировать, будем называть вещи своими именами, портировать на старые консоли. И так получилось, что они взяли порт и сделали для Xbox 360. Почему они сделали порт для Xbox 360? Потому что, как оказалось, железо этой старой консоли наиболее похоже на то железо, которое стоит PS4 и Xbox One. Конечно же, все фанаты PlayStation 3 и обладатели этой консоли обиделись тогда очень сильно. Целые скандалы просто были из-за того, что игра не выходит на PlayStation 3. И это, конечно же, печально. Но тем не менее, стоит понимать, что, понятное дело, у PlayStation 3 железо было вообще не похожее ни на что. Поэтому, кстати, в том поколении и было очень много проблем с играми мультиплатформенными, которые выходили везде. И стоит это, естественно, понимать. Ну что же, вот так вот у нас выглядит менюшка The Crew на Xbox 360. Вроде ничего такого сверхъестественного нету, да? Все вроде так же, как и есть. Но за одним исключением, которое увидят сейчас только те, у кого очень четкий экран, либо вы смотрите в 2К разрешение этот видос. Что-то мутновато. Что-то шрифты какие-то мутноваты. А все потому, что игра, насколько я понимаю, в разрешении 720p. Я напоминаю, что у нас здесь обратное портирование. Это значит, что взяли игру со старших консолей и ПК. Кстати, на ПК у нас также выходил видос ностальгический по первой крюхе. Поэтому, если что, подсказочка находится сверху. Вы можете все это дело посмотреть и сравнить графонии. Потому что я знаю, что найдутся обязательно люди, которые скажут, типа, «Я-мое, Дима, да тут все хорошо, ты опять гонишь на игру». Но на самом деле это, естественно, не так. Понятное дело, я не гоню. Я стараюсь все это дело сравнивать максимально адекватно. А с чем мне сравнивать первую крю? Конечно же, я ее сравниваю с ПК, PlayStation 4 и прочими вот этими всеми вещами. И, кстати, да, поскольку у нас здесь не выходили особо никакие обновления. Вы посмотрите, посмотрите на это. Что с ней, Зои? Что с тобой? Ты почему такая некрасивая? Что с тобой случилось? Офигеть. Офигеть, Зои. Зои, блин. Хочется сказать, братуха, но нет, сеструха. Сеструха, что с тобой случилось? Это просто жесть. Это просто жесть. Ну, на самом деле, вы сразу же увидите всю эту плачевную ситуацию, да, что у нас здесь происходит. А графончик, конечно, капец. А вот трой почему-то не трехмерный. Посмотрите. Да, очень странно. То есть, ну, как вы понимаете, занималась вообще портированием другая студия. И они делали все, что могли. Все, что могли, делали, чтобы эта игра все-таки вышла на Xbox 360. Понятное дело, у нас здесь очень херовое разрешение. Понятное дело, тут не стоит ждать вообще какую-то, ну, я не знаю, какое-то большое количество FPS. Потому что, понятное дело, консоль не тащит. Старое железо, друзья, старое железо. Чего еще хотеть? Итак, осторожно окрашено. Доставьте машину трое. Сложность средняя. Ну, давайте попробуем проехаться. Я, честно говоря, вот чтобы у меня были настоящие эмоции, я перед видосом эту игру не запускал. Вот специально все при вас. Чтобы вы видели мои эмоции, чтобы сами вот тоже... Ну, я даже не могу назвать это наслаждались геймплеем. Чтобы просто вы смотрели на него и ужасались. Опять же, я напоминаю, сверху была подсказочка, если вы вдруг забыли, как игра выглядит на ПК. И я могу сказать сразу, что плюс-минус так же она выглядит на PS4 и на Xbox 360. Потому что портировали ее тогда на новое поколение консолей и на ПК очень даже неплохо. Но вот на Xbox 60 как-то вот так вот. И в принципе, знаете, если сравнивать ее с портом от... Ё-моё. Ё-моё. Тут на самом деле главная проблема, что... Игра что-то подлагивает, подтормаживает. И... Вот это разрешение, ну это просто капец. Я бы даже не назвал это 720p. Это какое-то... Это как будто 480p просто. Вот посмотрите на эту пикселизацию. Только посмотрите на эти пиксели, которые... Не знаю, размером с палец мой. Это просто жесть. Никаких размытий, никаких эффектов, вообще ничего нету. И даже такое ощущение, как будто звуки немножко запаздывают. А запаздывают они вот именно из-за того, что игра как бы чувствует себя не очень хорошо. И я считаю реально героями тех, кто эту игру прошли на 360-м боксе. Ну потому что вы только посмотрите на то, как игра здесь работает. Ну это просто жесть какая-то. И мне нужно еще и не разбить машину. Потому что здесь у нас доставка от автотранспорта. Доставочка. Очень хорошая доставочка с 25 фпс. Потому что где-то столько фпс я здесь и вижу. Это просто жесть. Это просто жесть. Я стараюсь ехать сейчас аккуратно, как могу. Но я при этом понимаю, что... Ну как бы, блин, это максимум, что я здесь могу развить. Хотя вот в некоторые моменты... Ах ты ж, блин, ну что это за подстава такая была? Да, я понимаю, что осталось чуть-чуть. Ну что-то мне вот с таким количеством фпс, братан, не очень хорошо ехать. Осталось 30 секунд. И мы приезжаем все-таки на финиш. Я как-то умудрился доставить эту тачку и даже ее не разбил. Ну, друзья. Сами все видите. Сами все видите. Также могу сказать, что, насколько я помню, это не точная информация. Кто играл на Xbox 360, пожалуйста, расскажите мне. Кстати, где звуки? Звуков почему-то нету. Они резко исчезли. И мне не кажется, что это глюк моей карты захвата. Да, потому что... Потому что они просто просрали звуки. Кайф. Кайф. Просто кайф. Так, значит, о чем я говорил. Насколько я помню, здесь у нас еще и не выходили все DLC. Потому что помните, что одно из самых масштабных и последних DLC, которая у нас выходила на The Crew, это был Calling All Units, где можно было кататься на коповских автомобилях. И, насколько я помню, Calling All Units вроде как не выходил у нас на Xbox 360. Окей. Да. Скоро под ним будет весь чертов штат. Вообще, в целом, если так говорить, ну, насколько вы понимаете, это самая первая версия The Crew без обновлений вообще каких-либо. И поэтому у нас здесь старая карта, старый тахометр-спидометр. Поэтому все как-то так. Меню при этом у нас абсолютно такое же. Вызовы гаража и всего вот этого остального. И карта. И даже переход в карту, вы не поверите. Но его постарались сделать таким же, как на старших версиях консолей и вообще на старшей игре. Да, подглючивает. Да, тормозит. Посмотрите, сколько FPS карта пытается мне показать. Это просто жесть. Она еле прогружается. Она еле работает. Ей реально, блин, плохо. Но, тем не менее. Тем не менее, игра хоть старается как-то вот как-то работать, как-то быть, как-то жить. Поэтому сейчас попробуем съездить хоть в какую-нибудь уже гоночку и посмотрим, что это и как. Здесь у меня самое начало игры. Вот мы только в Детройте находимся. Я вот только-только, получается, прошел там первую миссию. Давайте даже вот гараж сейчас откроем. Гараж, откройся, пожалуйста. Как игра долго прогружается. Это просто жесть. Гараж. Умоляю, откройся. Я реально сейчас три или четыре раза просто нажал, чтобы у меня гараж открылся. Так, и давайте в мобильный гараж зайдем. Что у нас здесь? У нас есть Dodge Challenger SRT и Dodge Viper SRT 10 Coupé. Давайте просто посмотрим, как у нас быстро переключаются на эти машины. Загрузочка. И смотрите, на удивление быстро все переключилось, но графонии, конечно, просто. Отражение покинули чат, и только что у нас две одинаковые машины проехали прям сразу вот здесь вот в трафике. Весело. Но больше всего весело вызывается гараж. Это просто капец. Я реально нажимаю на кнопку старт, и через некоторое время гараж появляется. Смотрите. Давайте я вам сейчас даже покажу. Вот сейчас. Вот. Кнопочка. Нажимаю. Видели сколько? Где-то полторы секунды проходит, и только гараж появляется. Еще разочек для тех, кто не увидел. Опять, смотрите, прям поближе вам покажу. Вот. Нажал. Ну, где-то почти секунда-полторы проходит, и тогда только мобильный гараж открывается. Да, работает это все у нас просто потрясающе. Зачем они делали этот порт, я не понимаю. Ну как? На самом деле я понимаю. Они это делали для того, чтобы собрать немножко бабла. Потому что, ну, на новые консоли не очень все охотно переходили. Поэтому, понятное дело, что было бы неплохо сделать версию игры, и так сказать, ну, для своих фанатов, которые еще не успели приобрести новые консоли. Но фишка в том, что в те годы эти новые консоли хотя бы продавались. Сейчас такого не происходит. И черт возьми, ну что с количеством FPS? Ну это просто жесть, ребят. Я не могу. Это капец какой-то. Давай, вытрусь из этих прелывов все до последнего бакса. Радует, на самом деле, еще то, что здесь у нас абсолютно все те же самые гонки. Сюжетная линия та же самая. Она не порезанная. И, в принципе, да, такая же ситуация у нас была и в Forze Horizon 2. Там тоже как бы сюжетная линия не порезана. Но там была проблема в виде того, что вот эти вот заставки нам со старшей версии консоли показывали. И, ну, было куча всего, чего они все-таки повырезали. А здесь же... Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, а у нас тут физончик почему-то... Физончик-то остался таким же. А FPS-то не такое же, чтобы я нормально управлялся с автомобилем. Вот это, конечно, печально немножко ситуевина. И мы просто на этом Sky улетели. Да-да-да. Нам, конечно же, тут объясняют, что и как. И самое приятное, что есть русская озвучка. Да. Да, конечно же, в Forze Horizon 2, когда я там говорил про Т-60 версию, там тоже была русская озвучка. Но вы сами видели, что она такая 50 на 50. То есть где-то была, где-то не была. Здесь же у нас все отлично переведено. То есть, ну, Ubisoft, они вообще на самом деле молодцы, что они все время работают над субтитрами, над всеми вот этими вещами. И спокойно потом можно хотя бы, не обладая какими-то широкими знаниями английского языка, спокойно все это играть и проходить. Хотя бы вот это приятно, и это уже радует. И черт возьми, я тут что, первым сейчас не приеду? Там что-то первое место вообще улетел. Так, пользуемся сокращалками. Сбиваем заборы. Конечно же, радует, что здесь хотя бы физика вот этого объектов, она не понерфлена. И мы можем спокойно сносить заборы и ломать все вот это вот перед нами здесь. И, конечно же, влетать вот в эти все заборы. Но, конечно же, все-таки физика автомобилей немножечко другая. Не смогли они перенести абсолютно все так, как у нас на старших версиях. Но, тем не менее, тем не менее, ощутить этот физончик можно, потому что он плюс-минус такой же. И я плюс-минус так же вылетаю со всех этих дел. Так, вот это вот было стремно сейчас. Так, ну что, у нас там уже финиш. И я так понимаю, что я не приеду на первое место. Давай жби на газ, неужели я сейчас просру? Ну, ну ладно тебе, ну серьезно, задание провалено, мы не достигли цели. Ладно, сейчас пройдем это заново, ничего страшного. Я там просто сначала из-за падения FPS словил косяки и улетел. Но сейчас, я надеюсь, все у нас будет. Блин, как меня эти шрифты радуют. Просто низкополигонально. И опять FPS ушел куда-то в освояси. Я вам сразу же могу сказать, что вы не так сильно вот эту закономерность в FPS будете видеть, потому что ролики я рендерю всегда в 60 кадрах. Но поверьте, сама игра идет в 30, причем эта 30 постоянно дропается. Но опять же, кто очень FPS-зависимый, например, как я, то есть мне чем больше FPS, тем лучше. Я, конечно же, могу и в 30 играть, и в 60. 60 для меня максимально комфортно, тем более, если это стабильные 60 кадров. Но, конечно же, лучше, когда у тебя стабильная сотка, там стабильные 140. Для гонок я считаю такое количество FPS просто идеальное. Ну и как бы для всех игр, там понятно, 100 плюс FPS, это всегда очень круто. Но здесь, друзья, даже той же стабильной 30, которая, в принципе, ну была во многих гоночных играх того времени, даже на том же Xbox 360 и на той же PlayStation 3, здесь, как видите, к сожалению, нету. Ну, надеюсь, что вы это видите. Но опять же, опять же, для тех, у кого не было Xbox One или хорошего какого-то ПК, то вот эта версия, ну она прям как спасительный круг, на самом деле. Если очень хотелось поездить по этой обширной карте, погонять в эти гонки, то почему бы и нет? Очень все прикольно, в принципе, сделано. Да, графон хуже, да, все графически у нас тут порезано, это все понятное дело. Но черт возьми-то, все остальное, все так же осталось. То есть у нас такой же открытый мир, у нас те же самые машины есть, у нас тот же самый тюнинг есть. Все есть. Это шикарно, но только графика, конечно, пережата просто нереально. И я так понимаю, это сделано не из-за того, что даже, ну, наверное, стоит так думать. Это сделано не из-за того, что настолько слабая консоль. Это сделано из-за того, что у особо Studios не было времени на полировку данного порта. И из-за этого они просто, из-за неимения времени, все максимально занизили. Все графические настройки и разрешение игры, чтобы это, ну, нормально, адекватно работало. Но, как видите, нормально, адекватно работать это все равно не смогло, но хотя бы хоть как-то так. Но это очень забавно, ребят. Это просто очень забавно. И забавно, что нету, блин, звуков. Ну, почему нету звуков зарабатывания уровня, когда нам дают награды? Почему этих звуков нету? И почему я сейчас прошел только на серебро? Вот. Это, знаете, вот на первых версиях закрыл, такая тема была. Просто нужно было мега идеально ехать, чтобы заработать золотую деталь. О платиновых деталях вообще даже речи не шло, потому что это была просто бесповоротная жесть. Это было просто нереально. Но, как я уже до этого 10 раз говорил, сюжет тот же, все тот же. И самое главное, что мы можем так же путешествовать по карте. Поэтому сейчас давайте это сделаем и посмотрим на самые большие и требовательные города Крюхи. Я все так же напоминаю, чтобы путешествовать в первой части Крюхи, нам нужно было открывать карту. Либо мы ездим на своем автомобиле, либо мы путешествуем при помощи определенных возможностей, которым нам дает игра. В данном случае это самолет и, конечно же, железная дорога. Вот, например, сейчас приедем на вокзал Детройта и давайте посмотрим, куда мы можем уехать. Но я думаю взять что-нибудь, либо Лас-Вегас, либо чем-то такое, где у нас есть железная дорога, и где более-менее большой город, чтобы мы могли полностью насладиться тем графоном, который у нас есть в Xbox 360 версии. И как же долго здесь все прогружается, ребята! Чтобы вы понимали, я без читов, без ничего. То есть я специально запустил игру с диска, и она сейчас работает именно с диска. На жесткий диск консоли самой я эту игру не ставил. То есть все работает именно так, как оно и должно было работать. Итак, в Лас-Вегас можем мы, в принципе, эллипортироваться. Вот, либо в Лос-Анджелес. Ну я, наверное, думаю, давайте лучше в Лос-Анджелес, потому что во второй крюхе мы прекрасно знаем Лос-Анджелес и его округу. Заодно сейчас сразу же посмотрим, вот так вот, как сказать, на свежую память, как у нас все это будет выглядеть. Очень, очень долгие прогрузки, ребят. Просто нереальные. Вот я сейчас где-то минуту-полторы ждал, когда у нас все это прогрузится, и когда мы уже сможем переместиться в нашу Лос-Анджелесскую локацию. Друзья, принимайте, принимайте нашу локацию отражений. Никаких от стекол, ё-моё. И как жестко проседают FPS. Да, все-таки в городе, конечно, игра себя чувствует не очень хорошо. Я даже не знаю, давайте сейчас потрогаю консоль, она рядышком у меня здесь стоит, и мне очень интересно посмотреть, насколько сильно она нагрелась. Но знаете, на удивление, она сейчас не пылает просто жаром, но вентилятор крутится достаточно уверенно, достаточно хорошо и на нормальном такой количестве оборотов. Черт возьми, я просто не понимаю. Блин, у меня уже фразы просто повторяются. Я не понимаю, зачем это нужно было делать. Опять же, повторяюсь, я понимаю для заработка денег. Но ведь люди, когда купят, они увидят вот этот вот графон, и им станет хреново от того, что все так плохо. Опять же, вы скажете, Димон, ну ладно, ну че ты придираешься, ну типа консолька старая, тут игра новая. Понятное дело, что не могли они тебе сделать какую-то мега крутую графику. Ну черт возьми. Ребят, мега крутая графика. Посмотрите на Xbox 360 версию. Не просто какой-то там игры, взятой от других разработчиков, а взятой от тех же Ubisoft. И это, черт возьми, драйвер Сан-Франциско. Вот просто идеальная игрушка, которую можно приводить в пример вообще всего. Там хороший открытый мир. Там есть у нас даже вид от первого лица. Как вы могли заметить, вида от первого лица здесь нету. Вот я сейчас переключаю. Его убрали. Его убрали, потому что его нужно делать. Вам нужно прорисовывать салоны автомобилей. А особо Studios не хотели этого делать, потому что, как я сказал, времени было немного. Игру нужно было выпускать в релиз. Поэтому как-то вот так все и получилось, что максимально халтурненько ко всему этому отнеслись. Максимально халтурненько все это сделали. Да, перенесли. Все, как смогли. Посмотрите на этот магазин. Просто посмотрите на него. Из чего он, блин, сделан? Из потерянной текстуры? У меня просто слов нет. Ну вы гляньте вот на это. Что это такое? Что с магазином? Это он типа покрашен? Это типа покрашен так кирпич? А почему он здесь выглядит так, как будто у него текстуры вообще нету? Я просто охреневаю. Ну и, конечно же, наверное, самые внимательные успели заметить, чего-то в городе не хватает, да? Вот как вы думаете, чего в городе не хватает? Это, знаете, это прям дух НФС на самом деле такой, если подумать. Да, я думаю, самые зрячие, самые внимательные. Не увидели, что у нас также здесь еще и отсутствуют пешеходы. Их также убрали, потому что консолька не тянула. Но, опять же, если у нас кланяться нашему прекрасному, любимому драйверу Сан-Франциско, который, как я уже говорил, 10 миллиардов раз, ну просто идеальнейшая игра. На всех консолях она просто идеальная. Я не знаю, этим разработчикам, тем, кто делали драйвер Сан-Франциско, нужно ноги целовать, насколько хорошо они все сделали. И, черт возьми, там и люди-то тоже есть, насколько вы помните. И люди есть. И вид от первого лица. Да, масштабы, пускай, Сан-Франциско не такие большие, как здесь. Это неуменьшенная Америка там в несколько раз. Но, тем не менее. Извините меня, ребят, но тут и текстуры-то. Ну, ёкало мэне, ну что это такое? Это что, это текстуры, которые очень сильно, думаете, нагружают там оперативку, просы и все остальные элементы? Да нет. Да нифига. Ну, только посмотрите на это. Да нифига. Нифига. Но, тем не менее, даже вот сейчас, вот смотря на это все, я понимаю, что в той же The Crew 2-то, ну, по текстурам и по общему вот этому разрешению всего, не так далеко-то игра ушла. То есть, понимаете, когда я запускал The Crew первую на ПК, опять же, я напоминаю, у нас подсказочки сверху, этот видос был, вы можете переключиться на него и посмотреть потом после этого видоса. Там как-то и с текстурами получше, и я это несколько раз уже эту тему поднимал, чем во второй Крюхе. А вот во второй Крюхе такое ощущение, что они текстуры взяли прямо отсюда, прямо с Xbox 360 версии первой Крюхи. Ну, ладно, это опять же, это все мои, конечно, такие придирки, хотя текстура от асфальта, я насколько помню, во второй Крюхе хуже даже, чем здесь. То есть, ну, как бы, вторая Крюха, это вообще, конечно, это просто отдельный разговор, про который стоит, конечно, как-то как-нибудь пообщаться. Но Лос-Анджелес, ребята, вот такой. И даже вот я выезжаю на более-менее открытую территорию, как видите, FPS все равно проседает. В итоге получается, что в то время, если у вас не было новой консоли PS4 или Xbox One, разработчики вас наказывали со всех сторон. А Microsoft Studios вас наказывали Forza Horizon 2. Конечно же, если вы любитель гонок, если, конечно, вам было пофигу на гоночке, то вы, конечно, от этого всего не страдали. Но, тем не менее, если вы хотели поиграть в гоночке, то тогда Xbox 360 сначала вас, так сказать, обижали Microsoft'ы в своей версии, Forza Horizon 2. А потом вас обижали Ubisoft'ы в своей версии Крюхи 1, где, как вы видите, порезано очень многое. Но радует хотя бы, что у нас осталась сюжетная линия. Автомобили, хоть и не все, но какие-то из полной версии игры. Ну и, конечно же, тюнинг и все вот эти определенные особенности. Кстати, насчет тюнинга. Очень интересно, как у нас это все выглядит в самом гараже. Потому что есть у меня такое подозрение, что очень красивые детали так не меняются, как в полной версии игры. Погнали, это проверим. Ну, смотрите, зато, кстати, заставочку повторили. Да, пускай с низким разрешением, но все-таки повторили. Они молодцы. Давайте, идем в мастерскую. И здесь нам нужен внешний вид. Как же все медленно работает. Как же все немножко проглючивает. И нет, смотрите-ка! Они все-таки замутили эту тему, где мы можем менять бампера. И вот как-то вот так это все делается. Шикардос! Шикардос! То есть машина прям вот разбирается. Это круто! Мне это нравится! То есть, ну, как бы, как я и говорил до этого, у нас получается, что это реально максимально понерфленная версия полной крюхи, которая выходила, как я уже говорил, на ПК, на Xbox One и на PS4. И, знаете, вот смотря на этот порт, я понимаю, что, в принципе, порт для Xbox 360 Horizon 2 можно было сделать намного лучше. Потому что, вот честно говоря, вот такой порт выглядит намного лучше, чем то, что мы увидели в ролике про Horizon 2 на Xbox 360. Потому что там, конечно, схалтурили просто вот во всех аспектах, которых можно было схалтурить. Здесь же, как вы видите, ну, где-то халтурка, конечно же, прочувствуется, чувствуется халтурка, да. Но, тем не менее, тем не менее, видно, что разработчики, которые портировали эту игру, они хоть как-то старались. И делали все именно то, чтобы игра запускалась и работала, ну, хотя бы с 25 FPS. Но, несмотря на все это, несмотря на все их старания, понятное дело, что в это играть, конечно же, тяжеловато, друзья. Очень тяжеловато, я вам могу сказать. И могу ли я двери открыть? Я даже двери могу открыть. То есть, ну, здесь все максимально, все окей. Поэтому вот такая версия The Crew в первой части на Xbox 360. Обязательно пишите в комментарии, как вам вообще она, какие вы еще увидели различия. И если вы вдруг играли в эту версию, то рассказывайте свои впечатления. На этом у меня все. С вами был Дима Ван Пойт. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, нажимать лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Как вы видели, я взял небольшую паузу. И это специально для того, чтобы я мог перезагрузиться и понять, какой контент для вас интересен. Дальше будет лучше. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok